Следующим вариантом соединения, которое тоже интересно будет рассмотреть, это будет так называемое левое или правое внешнее соединение. Чем же они отличаются от внутреннего соединения, которое мы только что рассматривали? Собственно они отличаются только тем, что в результирующую выборку помимо результатов внутреннего соединения попадают и все кортежи, которые не попали в эту выборку из левой или правого источника, в зависимости от того, какой оператор мы используем. Это также проще посмотреть на примере, сейчас мы так и сделаем. Возвращаемся к нашей базе данных, где мы выполняли запрос внутреннего объединения и попробуем выполнить внешнее объединение. При этом важно сначала посмотреть на содержимое таблицы категории и увидеть важный факт, что в таблице категории есть некая четвертая категория Candy, на которую не ссылается ни один из продуктов. Поэтому если мы выполним левое внешнее соединение, указав в качестве первой таблицы категории с таблицей продуктов, то у нас помимо тех шести записей, которые попали у нас во внутреннюю выборку, должна попасть еще и запись о таблице категории Candy. Итак, мы пишем. Сразу укажем алиаз, это является хорошим стилем. Итак, попробуем выполнить запрос. Собственно, что мы видим? Мы видим, что у нас есть те же шесть записей, что и фигурировали при внутреннем соединении. И седьмая запись, где в атрибутах соответствующих атрибутам таблицы категории указан идентификатор и название категории Candy. И для ненайденных соответствующих записей категории продукт значения указаны как null, то есть неопределенные значения. Да, все верно, именно так и должно работать внешнее соединение, то есть для тех кортежей, которые не попали во внутренние отношения, но присутствуют в данном случае. В левой таблице к таблице категории должно указываться значение из этой таблицы, а из таблицы продуктов этой строки ничего не соответствует, поэтому указывается значение null. Ну, собственно, правые внешние соединения ровно так же работают, как и левые, за исключением того, что результаты внутреннего соединения дополняются кортежами из правого источника соединения, не вошедшего в результат внутреннего соединения. То есть, если мы, например, поменяем порядок таблиц соединения и поменяем тип внешнего соединения, мы должны получить ровно ту же выборку. Давайте попробуем это сделать. Ну, в каком-то смысле она одинаковая, за исключением порядка атрибутов. Теперь мы видим, что сначала указывались атрибуты из таблицы продуктов, и после этого уже атрибуты из таблицы категории. Ну, и вот для той записи, где фигурирует категория candy, у нас неопределенные значения тех атрибутов, которые соответствуют таблице продуктов. Ну, и следующим видом внешнего соединения, которое мы рассмотрим, это так называемое полное внешнее соединение. Оно, как, наверное, понятно из названия, будет включать в себя все записи из внутреннего соединения и записи, не вошедшие во внутренние соединения из левого и правого соединения. Собственно, ровно так же, как и с внешними правыми и левыми соединениями, атрибуты, которые не имеют совпадений по общим столбцам, заполняются неопределенными значениями. Надо сказать, что не во всех СУБД реализован такой механизм, однако он легко может быть обойден с помощью механизма внешних и внутренних соединений, правого и левого, если это будет необходимо. Ну, и в заключение практической части нашего модуля хотелось бы поговорить об объединениях. Если мы говорили о том, что соединения являются подмножеством на карту произведения, то объединения будут являться ничем иным, как результатом сложения двух множеств. При этом подмножествами понимаются результаты выборки из разных источников, объединенные в виде некой общей результирующей выборки. Мы помним, что в тех случаях, когда мы выполняли операции соединения, результирующая выборка, если мы не ограничивали это, конечно, количество атрибутов, содержала атрибуты и из одного источника, и из другого. В случае с объединением набор атрибутов каждого источника должен совпадать со всеми остальными источниками, участвующими в объединениях, с точностью до типа данных. Они могут иметь разные названия атрибутов, но типы данных должны быть одинаковые. При этом важным моментом является то, что можно реализовать несколько видов объединений. Первое простое объединение с помощью ключевого слова union будет в результате возвращать только уникальные значения. То есть, если мы выполняем несколько, выбрали одну и ту же запись из каждого источника, то после того, как мы их объединили, две эти выборки, если мы не указали специальное ключевое слово all, то дубли будут исключены из результирующей выборки. Если же мы это слово укажем, то у нас по-честному выдастся значение из каждой выборки объединенных в одну. Но опять же, в данном случае проще рассмотреть, как это работает на примерах. Итак, рассмотрим пример выборки из нескольких источников и объединения этих результатов в единый набор результатов. Например, мы хотим посмотреть самые дорогие и самые дешевые товары в нашей базе данных. Так мы, например, выполним. Например, выборку из таблицы товаров по какому-то условию. Где значение цены больше какой-то величины. Видим, что такой запрос возвращает нам три записи. Ну и, например, посмотрим какие-то товары, которые дешевле. Наоборот, какой-то условной цены в 100 единиц. Это один из товаров. Если мы захотим получить объединение этих двух выборов, значит, мы просто должны выполнить оператор. Использовать оператор Union, объединить результаты этих двух выборок. Итак, выполняем запрос и получаем результаты выборок двух наборов данных. Это достаточно простой пример. Мы на практических заданиях будем выдавать более сложные задачи. Но я думаю, что разобраться будет несложно. А если что-то не получится, то всегда можно задать вопрос на нашу оператору. Продолжение следует...